Еще один вопрос на эту же тему, к вопросу об изменениях в законодательстве. Мы с вами до эфира обсуждали, что присоединение лоджии планируют запретить законодательно. А сейчас ведь многие лоджии утепляют, увеличивают таким образом площадь. Да, в настоящее время в Минстрое находится на рассмотрении проект закона, который присоединение лоджии приравняет к реконструкции самого здания многоквартирного дома. Такие перепланировки в Москве и в ряде городов федерального значения уже запрещены, их невозможно сделать. У нас это пока возможно сделать при правильном оформлении документов. Но, как ведь правило, закон может приниматься год-два, может вообще не приняться, а могут его принять и через пару месяцев. Ну, я правильно вас понимаю? Если кто-то сейчас присоединил лоджию, не узаконил, лучше сейчас узаконить. Лучше сейчас заняться этим. Но сложности могут возникнуть в любое время. Не этот закон придумать что-нибудь другое. И может случиться так, что не узаконишь вообще. Правильно я понимаю? И ведь из-за неузаконенных перепланировок временами срываются сделки по купле-продаже. Потому что иногда покупатель с продавцом договориться не могут, не устраивает покупатель, что перепланировка не узаконена. Все. Были на нашей практике такие случаи. И еще тогда коснемся одного вопроса, связанного опять же со сменой законодательства. В настоящее время ведется плановая работа по определению кадастровой стоимости, на основании которой будет рассчитан налог на имущество. Поясните нашим слушателям вкратце, с какими вопросами, трудностями можно столкнуться вот в этой ситуации и бизнес, и частные лица. Да, у нас как раз в управу в настоящее время ведется такая работа. Идет, ведется плановая переоценка этой, перерасчет кадастровой стоимости, на основании которой у нас начислятся земельный налог и налог на имущество. У нас это делает компания «Вятка Кадастр», которая создана на базе Кировско-областного БТИ. И данные для расчета берутся из тех архивов, которые есть в распоряжении специалистов. Основная данная – это данные Росреестра. Но ведь везде работают люди, и везде могут быть ошибки. И для того, чтобы быть точно уверенными, что у вас налоги все рассчитаны правильно, можно удостовериться верности занесенных сведений, на основании которой расчеты производятся. Для этого можно обратиться в БТИ, ну вот там эту «Вятку Кадастр» с запросом. Вам выдадут, какие там находятся сведения. Если вы с этими сведениями не согласны, вы можете донести необходимые документы. Если вот в тех документах содержатся действительно показатели, которые являются основополагающими для расчета этой кадастровой стоимости, понятно, эти показатели внесут. Но у нас, как правило, люди часто любят решать вопросы, понимают, не понимают, через суд. Вот мое мнение, суд – это самая последняя инстанция. И вот именно с этим вопросом туда надо бежать в последнюю очередь. У нас в настоящее время, если в прошлый год можно было сначала спорить кадастровую стоимость, через комиссию Росреестра не всегда требовалось суд. В этом году комиссия по оспариванию кадастровой стоимости не создана. То есть, если вы не согласны, не удовлетворили вас все показатели, тогда вы идете в суд, уже минуя комиссию. В суд люди обычно идут, когда видят огромную сумму налога, правильно я понимаю? Да, но не всегда они пытаются этот вопрос решить мирным путем, разобраться на основании каких сведений это сделано, что повлияло на такие высокие показатели. И в большинстве случаев там довольно просто все решается. Донеси несколько документов, внесут все корректные данные, вопрос будет решен. То есть, тоже вот прямо сейчас, скорее всего, этим нужно заботиться, потому что ведь скоро мы уже начнем летом получать налоговые квитанции, да, и сейчас эти сведения мы можем проверить. Конечно. Вот я просто тоже как обыватель, допустим, для меня сложно, я могу не понять, да, какие-то сведения, данные. Через вас как-то я могу этот вопрос решить? Конечно, вы можете обратиться к нам, мы заключим договор на эти консультационные услуги, и мы полностью сопроводим вас по данным работам. Посмотрите, объясните. Да, мы посмотрим, объясним, при необходимости поможем подготовить документы, или подсказать, где их запросить, или еще что-то. То есть, все вопросы будем решать. Наталья Александровна, вопросы действительно очень сложные и часто непонятные простым людям. И это очень здорово, что вы помогаете решать, что вы такая женщина не только сильная, но и красивая, и чем-то хочется нашу программу завершить тоже жизненным, женским. Вот скажите, пожалуйста, в чем для вас в первую очередь заключается умение быть и женщиной, и директором компании одновременно? Ведь это непросто. Ну, мне вот в последнее время часто задают аналогичные вопросы. Я, может быть, даже не задумывалась. Ну, так как основное время мы проводим на работе, и коллектив это уже как семья, и дома семья, и тут даже уже в отношении своей работы это у женщины, у любой, это как материнский инстинкт. Что это вот, это мое детище, я сделаю все для того, чтобы это детище жило, процветало. Ну, а так силы, да, это, конечно, это я нахожу в семье, это поддержка близких, друзей, коллег. Ну, и в принципе, это, наверное, все равно прежде всего, да, любовь, любовь к себе, любовь к окружающим. Да, спасибо вам большое. Еще давайте напомним слушателям, если они захотят через вас решить эти вопросы, которые мы обсуждали сегодня, куда они могут прийти, куда обратиться? Наш офис находится в центре города, это улица Карла Маркса, 101, зданием ТЭС напротив городской администрации, 4 этаж, офис 408, работаем с 8 до 5, при необходимости по договоренности с клиентами можем задержаться и намного больше, милости просим, будем рады всем помочь. Спасибо вам большое, доброго дня всем. Всем до свидания. Продолжение следует...